Мы находимся в Скотовкарской женской гимназии, которая была открыта благодаря поддержке Юрия Алексеевича Спиридонова в 1992 году. Юрий Алексеевич, несмотря на свою занятость, приходил на творческие отчёты гимназии, вместе с Галиной Ивановной. И у нас сохранилась фотография, там в рамках творческого отчёта был конкурс на лучший комплимент женщине. Он подошёл к юной гимназистке Маше Витошкиной, встал перед ней на колени и со вздохом сказал «О, женщины!» и завоевал первое место. Вот эта фотография и на стенде у нас, и в альбоме «Истории женской гимназии». Анатолий Иванович Смирнов, журналист был такой, в Красном Знамени. На следующий день в Красном Знамени написал статью, а не поставили на колени самого Юрия Спиридонова. Ну а самое главное то, что не только морально поддерживал Юрий Алексеевич, но и оказал существенную поддержку в реконструкции здания гимназии постройки 1928 года, в которой находились и школа рабочей молодёжи, впоследствии институт усовершенствования учителей. В 1997 году здание освободили, и в течение долгих трёх лет с очень большим трудом шла реконструкция. Юрий Алексеевич приходил по моей просьбе, рано утром, как-то в воскресенье, с Евгением Николаевичем Борисовым. Всё посмотрели, сказал, поможем, сделаем. Он считал, что вот идея возрождения женской гимназии, она созвучна идеей Екатерины Великой, которая считала, что путём, открывая Смольный институт благородных девиц, она считала, что путём воспитания девушки, девочки, женщины можно облагородить нравственную атмосферу в России. 90-е годы, правда, были лихие. Вот Юрий Алексеевич, видимо, тоже посчитал, что нам нужно уделить особое внимание воспитанию девочки. Не зря он приходил постоянно на наши праздники. Когда реконструкция здания завершилась, он буквально во всё вникал. Что поправить, какую форму там одеть, когда сделать презентацию. И 22 декабря 2000 года, в 8 часов утра, это была зима, лёгкий снежок падал на улице. В таком узком коридоре среди девочек все члены правительства пришли на открытие женской гимназии. Перерезали ленточку на улице, поднялись все на второй этаж, и на втором этаже уже была линейка. Тогда Юрий Алексеевич сказал, что никакая новостройка, новая школа уже хуже этой быть не должна, потому что всё было сделано красиво. Вот он вникал даже в разные детали. И уже когда не был главой республики Коми, когда был депутатом в Государственной Думе, находил возможность прийти поговорить с девочками. И каждая такая встреча проходила очень живо, очень интересно. В книге «Почётные гости» он оставил такую запись, которая буквально до сих пор меня трогает. «Спасибо за сопричастность к этому великому делу». То есть это очень дорогого стоит, потому что он воспринимал это как тоже личное его дело, личная поддержка. Я до сих пор так считаю, потому что, ну хоть и говорят, не сотвори себе кумира, я считаю, что вот Юрий Алексеевич заслуживает такого огромного уважения, огромной благодарности за то, что он сделал в республике Коми, и за то, что он поддержал идею, и сколько сделал для того, чтобы гимназия росла и процветала. КОНЕЦ